Я думаю, что лучший способ бороться с такими проявлениями — это не какие-то радикальные действия, а воспитывать в новом поколении, в системе образования, предлагать и инициировать те программы, которые смогут воспитывать в детках действительно порядочные качества и духовно-нравственные качества, которые дальше будут вести человека по жизни. И мы, как депутаты областного совета, можем заниматься не только лишь финансово-экономическими вопросами региона, а также и вопросами этики, социальными вопросами, потому что спектр проблем, которые есть у нас сегодня, он необычайно широкий. С каждым годом Украина все больше и больше. Вчера взял статистические данные с Держкомстату. В 2019 году в Украине было минус 250 тысяч населения, в 2020 уже минус 314, а в прошлом году уже минус 421 тысяч населения. То чисто по показаниям природной смерти. Кількість шлюбов за последние 30 лет в Украине уменьшилась в три раза. Если на начале было 493 тысячи, то уже сегодня, в прошлом году 167 тысяч. Розлучение в Украине складывается около 68%. Это средний показатель. Я поделился вчера по Одесской области. Держкомстат показывает 65,6%. 14 миллионов детей в Украине до 2018 года было на начале независимости. Станово на этот год уже меньше 7 миллионов детей. И такие вот цифры. Те цифры можно сприймать, знаете, так, можно без эмоций сприймать. Ну, цифры та цифры. Але за каждой цифрой стоять людские доли. Без болезненных и без наследковых разрывов стосунков не бывает апріори. Если есть дети, дети очень страдают. И мы выяснили эту безответственность в контексте якости семьи, как она впливает на детей. Мы организовали написание листов до тата, украинских детей. Тут есть 154 листи. Кто зацикавится, украинские журналсти, я могу дать после пресс-конференции, чтобы вы почитали, какой внутренний стан наших украинских детей из разных регионов, что несет им, как влияет на них батьковская безответственность и батьковская ответственность. Все, что читают эти листи, то есть в каждого неодноразово выступают слезы на очах. Это связано с тем, что именно сейчас, в лютом, в березне, в квотне, в закладах обучения формуются навчальные планы на наступный, соответственно, 22-23-й год. И, власне, что найдут отображения в этих навчальных планах, соответствующих программ или курсов духовно-морального спрямования, ну, зависит от позиции батьковской общественности и от позиции керевництва закладов обучения. Поэтому, власне, вернение внимания на важность этих курсов для духовного будущего нашего общества, это, конечно, важно. Друге, что позволят выкладывать такие курсы? Я не думаю, что питание именно так стоит, потому что такие курсы, слава Богу, выкладываются у нас с первых годов Независимости Украины. А больше или меньше, тут иные вопросы, тут, насправді, ставят другие вопросы, или станет их больше в наших школах, или, скажем, они там, где они выкладываются. То есть, вопрос есть, но, при этом, нужно сказать, что на сегодня, действительно, уже Адріан Иосифович хочет говорить про это, истинно, необходимо правообаза, для того, чтобы им было соответствующие возможности, для того, чтобы такое выкладывание здействовалося. Наявный опыт засвечивает то, что лучшие дела идут там, где есть поддержка с боков органом местного совмедения, и, користившись нагоду, безусловно, в очередной раз хочется поддаковать Одессской областной радости за соответствующее решение, которое уже сегодня несколько раз вспоминалось, решение, которое было принято 16 квотна в прошлом году, как раз о метое обеспечения лечения у вивчения курсов духовно-морального спрямления и популяризации семейных ценностей в закладах освеции в области. И это, насправді, возможно, не вырешивает все вопросы, Но это важный стимул и важная основа, на которой может выполнить такое выполненное выполнение. Другая, порядка 90% там, где выполнение выполнение выполнений, выполнение выполнений как курсы за выбором или факультет. Я не буду вдаваться за браком часа деталей, на какие правояснения это выполнено, но если кому-то интересно, можете задать вопросы или потом поговорить. Третий. В минулому році, рік тому, 19 лютого 2021 року, наказом Министерства освіти і науки України було затверджено нову типовую освітнюю программу для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти. И все типовые навчальні планы, которые вместятся как додатки до типового освітнього программа в рамках социального здоровья и збереживания на освітній галузі, предпочтають можливість вивчения етики, або культури добрососедства, або других курсов морального спрямования. Едине, що я хотів би зазначити, що така опція дійсно є, але які будуть самі програми обрані на рівні конкретно взятої школи, або ті програми, які сьогодні так згадувалися, як такі, які не мають нічого спільного з традиційними моральними цінностями українського народу, з традиційним розумінням сім'ї в українському контексті, чи програми, які базуються на духовних і моральних цінностях нашого народу і дійсно готують людей на основі цих цінностей для подальшого дорослого життя, залежать, знову ж таки, від батьків або від керівництва школи.